Лучшее в стране Энциклопедия Русского авангарда Государственный русский музей Приглашает нас с вами, друзья, на выставку Союз молодежи, посвященную творческому объединению Ключевых художников-авангардистов Первой-третьей XX века О выставке и об искусстве в целом И, конечно, о Еврейском музее Мы сегодня как раз и поговорим с моими гостями А у нас в гостях Куратор Еврейского музея Центра толерантности Мария Насимова Маша, добрый день Здравствуйте Очень рада здесь быть Очень-очень рада видеть тебя И очень рада, конечно, практически одним из первых, наверное Рассказать об этой выставке Которая открылась в Москве 24 октября Надо сказать, что до этого уже Санкт-Петербург посетил выставку Есть ли какие-то отзывы? Есть ли уже где-то какой-то шлейф доходит положительных? Может быть, критики много? Не, на самом деле критики было мало Всем очень понравилась выставка в Петербурге И я, насколько мне известно, что меня, кстати, отпугало Профессиональное сообщество Очень ждали выставку в Москве Потому что увидели ее в Петербурге И подумали, какая же хорошая была выставка И вот, честно говоря, приедет в Москву Завышенные ожидания Это гораздо хуже, чем если ты можешь кого-то удивить Поэтому я немного переживала на этот счет Но в целом, мне кажется, мы справились Но с другой стороны, само ожидание Это тоже здорово Да, конечно, безусловно Людей, расходилась информация И они все ждали Ну, расскажи нам, пожалуйста Выставка «Союз молодежи» Кому принадлежит эта идея? Что это вообще за выставка? Еврейский музей Уже на протяжении последних семи лет Каждый год делает выставки Посвященные русскому авангарду Но то есть несколько причин Одна из них заключается в том Что мы находимся в здании Бахметьевского гаража Это в буквальном смысле Бывший автобусный парк Который был построен Константином Мельником Само это здание настолько уникальное Что его поместили в реестр памятников Архитектуры Еврейский музей Перед тем, как туда въехать С новой институцией, организацией Долгие годы вел реконструкцию здания Потому что в течение 90-х Оно было в разрушенном состоянии На котором не было крыши И вообще его можно было либо сносить Либо вкладываться в восстановление Что, собственно, было сделано И это памятник авангарда Архитектурного авангарда Конструктивизма Мы, будучи там, очень горды Своим местом расположения И очень хотели отдавать дань Уважение своему зданию В котором мы находимся Поэтому выбрали русский авангард Как одно из направлений В котором мы делаем Организовываем выставочную политику Каждый год Мы делаем какой-то проект В энциклопедии русского авангарда Это наши партнеры С которыми мы уже сделали Успешный проект В 2015-2016 году Выставка называлась До востребования И это были произведения Русского авангарда Которые мы собирали По региональным музеям Сейчас мы для себя Два года назад Мы решили, что мы хотим Сделать выставку Об первом в России Художественном объединении Союз молодежи Которое было зарегистрировано В 1910 году В феврале Того года Это действительно было объединение Которое имело Юридические документы У них был казначей У них был юрист У них был Главный секретарь И вообще это была Действительно такая Первая организация Когда художники То, что сейчас делают Музеи, культурные центры Частные фонды Поддерживают Художников молодых Поддерживают творчество Вот они сами себя Решили поддержать И это все Свести к такому Организационной структуре Нам очень хотелось Об этом рассказать Потому что никто Еще об этом О союзе молодежи Несмотря на ее значимость Как объединение Не рассказывал Мы придумали концепцию Придумали Как мы будем Это рассказывать Какими именно Произведениями Тезисами И обратились В Государственный русский музей Который Находится в Санкт-Петербурге И обладает Крупнейшей коллекцией Русского авангарда В мире В том числе Учитывая, что Союз молодежи Это петербургское объединение Нам казалось логичным Вступить в такую коллаборацию И сделать этот проект вместе Разница заключается Только в том Что в Петербурге Сезон проходит летом А в Москве Сезон проходит осенью Поэтому Выставка Прошла в Петербурге С большим успехом С июня по август А у нас Только открылась И будет идти до 20 января Ну и надо заметить Что не все работы Приехали в Москву Не все работы Приехали в Москву К сожалению Ну на самом деле Это техническая часть Поскольку Когда Вы владеете Картины Вы можете Их всех достать Из запасника А когда вы Картины вы даете Другой организации В другой город То это уже Совершенно другое Отношение к произведению Поэтому конечно же Все 170 работ Нам не удалось Привезти Но мы привезли Порядка сотни Что уже мне кажется Симпатично Есть же какие-то Картины Из других стран Тоже Да Привезенные Есть из Латвии И из Армении Здесь каким образом Вы выбивали Эти картины Честно говоря Это не очень было сложно Поскольку Все были впечатлены Тем что мы Собираемся делать Эти выставки Поэтому произведения Из Латвии Из Армении Были и в Русском музее И у нас Мне кажется У нас может быть Одно-два произведения Которые не попали В Русский музей Но в целом Как бы Это выставка Об одном и том же Какие работы Представлены на выставке Хотя бы несколько Давай перечислим Потому что Ну во-первых Там представлена Моя любимая художница Ольга Розенова Которая Принято считать Что Есть такая устойчивая фраза Амазонки Русского авангарда Это несколько Художниц Которые Были не менее Плодовитыми Не менее успешными Чем мужчины Их коллеги Но при этом Ну как бы Исходя из того Что они женщины Они были немножко Как-то Либо женами Либо Рядом стоящими Музами Еще нужно Ну нет В данном случае Музами вряд ли Потому что Все-таки Они тоже Сами работали И Ольга Розенова На мой взгляд Одна из самых ярких Представительниц Русского авангарда Конечно же Есть Наталья Гончарова Есть еще Художница Удальцова И многие другие Но вот Розенова Она яркая Она такая С характером И это видно В ее произведениях Она Занимает у нас Почти всю Всю зону Своими прекрасными Своим прекрасным Автопортретом Чудесным Натюрмортом И по-моему Там даже есть Сцена из кабака Вот А есть Видите как-то Я по женщинам Сейчас пойду Несмотря на то Что у нас висит Нормально Потрясающий портрет Портрет Ивана Клюна Руки Казимира Малевича Который очень редко Бывает в Москве Поэтому Рекомендую Сходить его посмотреть Я все-таки Сейчас скажу Пару слов О Елене Гуро Вот это Две Женщины Художницы Которые Представлены у нас На выставке Есть еще Но это две О которых я бы Хотела сказать Одна Яркая Броская Сильная Характерная А другая Нежная Тонкая Такая Заволакивающая И увлекающая В свои В свои Произведения На самом деле Я всегда рекомендую Смотреть Картины Только исходя Из ощущений Очень многие Боятся Ходить в музей Думая что Если мы Ничего об этом Не знаем И якобы Не разбираемся Конечно Абсолютно То нам Там нечего Делать Но суть Мне кажется Совершенно в другом Как в принципе В любой культуре Здесь важно Отключить голову От знания И вообще Забыть о том Что нужно что-то знать Потому что это Совершенно не Уникально А просто Попробовать Прочувствовать Это сложно Учитывая что Мы живем в мегаполисе Много стресса Проблем И вообще У каждого В жизни Есть о чем Подумать еще Помимо картин Помимо картин Но надо сказать Что картины Театр Музыка И другие виды Искусства Они конечно Очень Помогают Справиться С повседневной Ерундой Друзья И знаете Что от рад Нужно 19 января 2020 года Точно можно Найти время Для того Чтобы сходить В еврейский Музей Центр толерантности Хотя бы денечка Хотя Мне где-то попалась Информация Что для того Чтобы весь Вообще Центр Обойти Там часов 5 нужно Минимум Ну это Зависит от того Какая задача Стоит Но в целом Обычно К нам приходят На весь день Да Приходят Пообедать Погулять С детьми Посмотреть Одну выставку Посмотреть Вторую выставку Послушать Лекцию Опять Поужинать В общем Обычно Люди приходят На целый день Продолжается Программа Друзья У нас сегодня В гостях Мария Насимова Куратор Еврейского музея Центра толерантности Мы зазываем всех На выставку Союз молодежи Посвященную Творческому объединению Ключевых художников Авангардистов Первый Третий Двадцатого века Всего порядка Восьмидесяти произведений Тридцать пять художников Выставка продлится До девятнадцатого Января Так что Выбирайте денечек Так чтобы Целиком С утра до вечера Потому что Заняться будет вам Чем в Еврейском музее Центре толерантности Мария Я тебя хочу попросить Рассказать нам Все-таки немножко Еще о союзе молодежи Сколько просуществовал Этот союз Ну и Наверное Какую самую Главную пользу Принес он Всем художникам И нам Ну надо сказать Что пользу он Принес Конечно большую Поскольку я читала Хронику событий Это была действительно Юридически Зарегистрированная Организация Поэтому все совещания Встречи художников Малевича Статлиным Или Наталья Гончарова Иларионова Школьника Еще нескольких Больших имен Они все фиксировались И Мне выдалось Время Почитать Хронику Того Как проходили Эти совещания Я Любовалась Тем Как проходили Организации Театральных постановок В том числе Победа над солнцем Что стало Канонической И известнейшей по всему миру Пьесой Декорации Как раз принадлежат Перу Малевича Малевича Все верно Как проходили Издания Сборников стихов Как во всем этом Участвовали Майковские И другие известные Поэты Это было действительно То что сегодня Называется тусовка Которая Сама себя поддерживала Разрешала себе Творить Фантазировать И меняться Просуществовало Это с 909 Они решили Это сделать В первых числах В первом месяце Десятого года Получили документы О регистрации И существовало До 1914 года За время Этих Четырех Лет Из этого В этот союз То входили Художники То выходили То менялся состав Было много скандалов Связанных с этим Скандалы Это громко сказано Они скорее просто Ссорились Они ссорились Они передумывали Они забирали Свои работы С выставок Они отдавали Обратно Встречались Обратно Да, встречались Расходились Это был какой-то Живой Естественный Человеческий процесс Который Действительно Сегодня Зная Что это Просто Мастера И Чьи руки И шедевры Которые висят По всему миру И стоят Миллионы Миллионы долларов Конечно Ты на это смотришь И думаешь Боже мой Это невозможно Было представить Как Что значит Что значит Что Филонов Отказался давать Свои картины А что можно было Их взять Вот как-то Примерно В таком ключе Они успели Организовать Семь выставок На них Участвовало Довольно много Работы Они их делали Как смотрами Салонами Что-то На одной из выставок У них было Порядка 270 картин Я как человек Который работает С выставками Много В среднем Я себе представляю Как за пару месяцев Там по-моему Там разница Между тем Как приняли решение О выставке И открыли выставку Была на месяце полтора Как за полтора месяца Можно вообще По городу Собрать картины Потому что Это конечно Учитывая что Не было тогда Ни интернета Никаких Ни гаджетов То есть Ты должен был Прийти к художнику Посмотреть вместе с ним Картины Отобрать картины Этот художник 100% Сказал бы тебе Что он еще Что-нибудь дорисует Вот И в общем Это как бы Это процесс Который Организационной Точке зрения Занимает гораздо Больше времени Чем полтора месяца Сегодня Если мы готовим Какую-то выставку То мы готовим Ее в среднем год Это очень много А тут Раз и за полтора месяца Выставка организовалась С 270 работ И вот Пойди скажи Что у них Не было энтузиазма Ты нашла этот секрет Я не знаю В этих документах В этом архиве В этих книгах Нет Понятно что Не существовало Транспортной логистики Не существовало Минкульта Который выдавал Разрешение На выдачу Подмышку взяли И перешли через мост Это как бы Абсолютно Исключительно так Более того Это же были Их собственные произведения Я знаю Очень многих художников Которые до сих пор Берут подмышку И идут Потому что Это их картины Они с ними обращаются Как к собственности Мы берем Чужое произведение Мы несем за них Ответственность Как за чужое сокровище А у них Это как бы Конечно Они к этому Относились проще Им важно было Чтобы стоялась выставка Чтобы пришли меценаты Чтобы пришли коллекционеры Чтобы кто-то что-то купил Чтобы кто-то на что-то посмотрел Кого-то заметили Это было Это было целое событие Их было Вот таких событий Было семь И одно из них было в Риге У них даже была Выездная выставка За границу Ну это солидно Уже конечно Это уровень Это уровень, да Скажи мне пожалуйста Маша Вот сегодня ты уже наблюдаешь На посетителей Наверняка ты в Петербурге Примерно знаешь Как обстояли дела Кстати ты была там Курировала в Петербурге Ну я была на открытии На открытии И приезжала потом посмотреть Сейчас уже смотришь на Москвичей Которые приходят на гостей столицы Что это за люди? Можешь какой-то портрет Описать? Могу даже Не только основываясь на то Кто приходит на эту выставку Мы совершенно Совсем недавно Провели исследование Аудитории И стало Как бы в целом Есть посетитель музеев Он существует Это тот же самый посетитель И еврейского музея Он существует Это не миф Такой человек есть Там есть какой-то Средний возрастной диапазон Диапазон заработка Интересов Там есть какая-то Такая статистическая история Но что меня Ну скорее расстроило Я бы сказала То что в среднем Даже Человек Который часто Ходит в музей На самом деле Почищает музей Не больше двух раз в год Что Мне кажется Маловато будет Маловато будет Вот Я не сравниваю Любите ли вы музеи Так как любим его мы Да Есть Есть такой стереотип Что кино Конечно Кинотеатры Это Это повседневное развлечение То есть это повседневный досуг Театры посещают Больше чем музеи Потому что Театры это тоже Какое-то такое событие Нужно выйти вечером Это как-то красиво Одеться Какое-то потом Пойти поужинать Или до Встретиться То есть в этом есть Какой-то еще флер Традиции А музей Почему-то все считают Что если нужно идти в музей То нужно напрячься Думать Страдать Нервничать А еще не дай бог На детей взять Уже нападает зевота Просто прятную мысль Что мы идем в музей Ой нет в музей Не пойду На самом деле Мы как бы стремимся Ровно к тому Чтобы сделать для людей Настолько комфортную Среду обитания Чтобы не было Проблемы С мыслью о том Что я пойду в музей Я знаю У меня есть Приятель Который всегда говорит Что он не может Переносить больше Одного культурного события В день А я говорю Ну это очень хорошо Это хороший показатель Людя У нас снова пауза Совсем небольшая И мы продолжим общаться Лучшее в стране На телерадиоканале Страна ФМ Ведущая Александра Хайрулина Да друзья Союз молодежи Выставка Которую мы с вами Обязательно должны посетить В Еврейском музее Центре толерантности У нас Мария Насимова Сегодня в гостях Куратор и музея Центра И куратор этой выставки И вообще куратор всех выставок Как я поняла Которые проходят В Еврейском музее Центр толерантности Как страшно звучит Да Ну гляньте более на тебя Она очень молодую Обаятельную девушку И понимает Что за плечами Там уже почти 10 лет Такой очень серьезной работы Правда вызывает восхищение Спасибо Я сейчас Предлагаю всем нам Посмотреть дружно Видео Совсем не продолжительное А Мария попрошу Прокомментировать И рассказать Насколько мы поняли Это как раз История Про то Как эта выставка Собирается Запускайте нам Пожалуйста Мы готовы Лицезреть Да Так и есть Это история о том Как наша выставка Собирается Это в Москве Да Это в Москве Это монтаж Когда привезли Все произведения Когда начинается Процесс Осмотра У любой выставки Есть ряд Административных Процедур Которые должны Пройти все Приезжает ящик Ровно тот Который все видят Обычно в фильмах В котором Переборят Искусство Да Из него достаются Произведения Они обычно Специально упакованы Ящик выглядит В разы больше Чем произведения Лежащие внутри Потому что Там лежит Очень много Пупырки Поролона Все формы Сохранности При вскрытии Ящика Всегда есть Владелец Произведения Или представитель Которому Осматривает Что все Доехало В сохранности Что во время Транспортировки Не произошло Происшествий Потому что Если они произошли То конечно же Нужно вызвать Страховую компанию Которую Должна зафиксировать Что это Ни по чьей вине В общем Это ряд Административных Технических процедур Которые проходят В течение подготовки Выставки Только после этого Картину можно вешать Любое произведение Инсталляцию собирать Неважно Чего это касается Поэтому А транспортировка Обратно Она тоже Естественно Включает все в себя Я не знаю Присутствие Так же и сотрудника Музея Или куратора Приезжает Представитель музея Хранитель Произведение Снимается со стены Его осматривают Постанавливают Что во время Проведения выставки Никаких повреждений Не произошло Его так же Собирают Пакуют Кладут И то же самое Происходит Когда произведение Приезжает на место Владельца Потому что Тогда уже проверяют Что во время Обратной транспортировки Ничего не произошло И таких проверок Четыре Да Ну скажи Самое главное Все без происшествий Сейчас Да У меня были опыты Происшествий Бывает разное Ну это опыт И я думаю Что конечно Все учтено Это опыт И это страховая компания Маш Ты как-то признавалась В интервью Что у тебя каждый раз Перед каждой новой выставкой За Сейчас попытаюсь Точно За полтора месяца Даже процитирую тебя Моя жизнь превращается В тушение пожаров Срываются экспонаты Заканчивается бюджет Возникают всякие Непредвиденные сложности И скажи мне пожалуйста Ну уже и опыт такой большой У тебя все-таки За плечами Разве это не помогает тебе Как-то обходить это И заранее просчитать Какие-то моменты Нет Опыт не помогает Потому что Заранее посчитать Можно очень много Но организация Процессов любых Это люди И человеческий фактор Он имеет большое значение Никогда невозможно И это всегда живой процесс Никогда не знаешь Откуда что вылезет Но у меня Есть Двое прекрасных коллег Каждый мне сказал Когда-то одну фразу Которая помогает По одной фразе Которая помогает мне выживать Во-первых Генеральный директор Еврейского музея Центра толерантности Александр Борода Когда-то мне сказал Маша Если Проблемы можно решить За деньги Это не проблема Это расходы И тогда Я в общем-то поняла Что особо нервничать не стоит Потому что Это расходы А расходы За расходы не нервничают А мой французский коллега Ами Барак Когда-то мне сказал В процессе подготовки монтажа Нам что-то не получалось Что-то Не получалось Так смонтировать Как мы задумали И конечно Вся команда Очень переживала Нервничала Я вместе с ними Они вместе со мной В общем мы не знали Как прийти к тому Чтобы вот довести До идеала Той мысли Которую мы хотели Показать И он так смотрел Он нас долго смотрел И сказал Ну он Несмотря на то что он француз Он назвал меня Машенька Вот Он назвал меня Машенька И он мне сказал Машенька Никто кроме тебя Не знает Как должно быть Поэтому успокойся Как получится Так получится А люди будут думать Так и должно быть Поэтому что ты переживаешь Так сильно Я не понимаю Хорошие учителя Да У меня очень хорошие учителя Я очень благодарна Судьбе за них Поэтому В целом Сейчас Спустя Семь лет работы В Еврейском музее И порядка Пятидесяти выставок В своей жизни Я могу сказать Что Никто не знает Как должно было быть Кроме тебя И если проблема Можно решить за деньги Это не проблема Это расходы Но ты же не С самого начала Не с детства Мечтала работать В музеях Я вообще никогда Не мечтала работать В музеях Это судьба Меня туда привела Немножечко Да Чтобы ты рассказала нам У тебя первое образование РГГУ По-моему Мое первое образование Бизнес Бизнес Да Я училась в РГГУ В Москве На предпринимателя Потом я училась В Великобритании Дважды Первый раз На стратегическом Менеджменте И маркетинге А второй раз Уже на теории Современного искусства Вот так Значит в какой-то момент Когда ты поступила Уже на теорию Современного искусства Произошел такой Переломный момент В твоей жизни Что повлияло Ты влюбилась в художника Молодого Не знаю Что случилось Вот это забавно Какой стереотип С девочками так часто бывает Да Но я не встречала Чтобы люди меняли профессию За это В общем Я никогда не мечтала Заниматься Искусством Я понимала Что меня тянет В какую-то творческую индустрию Я скорее думала Об издательском бизнесе Или о чем-то таком Потому что все-таки Я по своей структуре Менеджер Я понимаю Я знаю Что есть процесс Который нужно организовывать И в принципе Это умею делать И когда я училась В первый раз В Великобритании Так случилось Что мое Мое общежитие Находилось ровно За музеем Тейт Модерн Это довольно известный Всемирный музей В котором Показывают искусство 20 века И в принципе Мне кажется Что он входит В топ 10 Лучших музеев мира Тогда проходила выставка Известного Американского абстракциониста Я люблю абстрактное искусство Я должна сразу сказать Я от абстрактного искусства Пришла к фигуративному То есть для меня Изображение леса На картине Представляет для меня Меньше интереса Чем то Что называется Мой ребенок Тоже так может Потому что Я исключительно Про ощущение Как бы Про ощущение Всего что я вижу То есть мне это важно Пропустить через себя Абстрактное искусство Гораздо легче пропускать Чем лес Поэтому Я Пошла в этот музей Увидела эту выставку Очень сильно впечатлилась Была на ней 8 раз Вернувшись в Россию Я рассказала своим родителям Что вот я хочу Заниматься искусством Фраза примерно Улетела куда-то В космос Потому что Никто не понял Что это значит Включай меня саму Ну пошутила Подумали Ну как бы Скали ну ладно Аклиматизация Перелет долгий Возможно Нужно не в таком режиме Как до этого А я обычно была Послушная студентка И всегда училась Я пришла Мне кажется Я достала всех сотрудников Винзавода Что меня взяли Просто потому что Ну пожалуйста Уже только не приходи Нет я правда Я правда очень хотела работать Мне правда казалось Что Мне очень хотелось Учиться То есть для меня Учеба в качестве теории Она уже Была освоена И мне хотелось Учиться в качестве практики И насколько я понимаю Меня взяли на работу На какую-то Ну смешную зарплату Вот признаться Но меня это вообще Не волновало в тот момент Потому что у меня Был хороший английский И я могла читать договоры На английском И это как бы был Единственный плюс Это был основной плюс Который Они подумали Что ладно 19 лет Ну что-нибудь научим Ну не научим Но через 3 месяца Уволим Она приведет нам все договоры И мы ее проводим В общем Но так не получилось Я проработала там Пару лет Сделала В связи с обладанием Навыком Иностранного языка Сделала ряд Международных проектов И уже уехала Учить историю И теорию искусства Здесь уже все Осознанно происходило В твоей жизни Да, да, да Это было абсолютно понятно Что я хочу заниматься культурой Что музеи Ну что это будет Еврейский музей Центр толерантности Тогда ты тоже не предполагала Нет, этого я себе представить Вообще не могла И это тоже Где тебя Александр Борода нашел, скажи Мне кажется, что он вообще не понял Что он меня искал Как ты видел свою жизнь И он просто помнит Что жизнь поделилась на до и после Я ровно так же помню свою жизнь До Александра Борода И после Александра Борода Не, на самом деле Я работала на Московской биеннале В момент, когда Еврейский музей открывался Конечно же Я много слышала О этом музее О том, что он планируется О том, что гараж переехал В парк Горького Ну то есть как бы Знания о том, что вокруг происходит Было много Музей открылся Но я так понимаю, что Музей открылся Не понимая, что он будет делать дальше После открытия Такое часто бывает Есть одна основная задача А потом Как бы Надо же с этим что-то сделать А пока непонятно что Да, там же были такие идеи Что это должен быть Самый лучший музей по инновациям Ну это так и есть Ничего этого Ничего не изменилось Так и есть Ну вот Мне позволь Я так понимаю, что Александр Моисеевич Просто попросил Несколько своих знакомых Из этой области Подсказать ему человека Кто бы мог заняться Выставочной деятельностью И все назвали твое имя И все назвали мое имя Просто по нескольким факторам Есть такой стереотип Что в еврейском музее Работают только евреи Это неправда И ты тому яркое подтверждение Нет Я как раз еврейка Но это редкий случай Мы с Бородой Над этим тоже очень смеемся Что мы в еврейском музее Тоже в меньшинстве Вот Поэтому Это как бы Это не тот пункт По которому туда выбирают сотрудников Но так получилось Что большинство людей Которым звонили И просили найти им человека Который бы мог заняться Выставочной деятельностью Считали, что еврейство Это обязательный пункт А помимо этого Было два пункта Это опыт работы И западное образование И получается Что западное образование Опыт работы И еврейство У тебя все есть Попадались только ко мне И в общем Мне позвонило Три разных человека С предложением Работать в еврейском музее Я признаюсь честно Первые два раза Я отказалась Даже кто? Я отказалась Не только по одной причине Потому что я не понимала Я занималась Современным искусством Вот актуальным Сегодняшнего дня Я совершенно не понимала Как я могу быть полезна Еврейскому музею Потому что По тому, что я слышала О О этом музее Мне казалось Что я не подхожу Это никакие Никакие стереотипы С этим не сделаны Просто вот профессионально Не подхожу То, что Как бы я хотела Вить свою карьеру Она не совсем Подходит Когда мне позвонили Третий раз Я уже сказала Да, ладно, хорошо Я поняла Давайте встречаться Как бы уже Уже все понятно Надо Уже некуда Конечно Это уже судьба Просто Уже некуда идти И я помню Что мое первое собеседование Было 7 января Я тоже над этим посмеялась А потом уже Да, мы встретились С Александром Моисеевичем И вот Как-то Пока еще Вроде вместе Закрутилось Завертилось А дальше Я уже ничего не помню Сколько сегодня У тебя в подчинении людей? У меня не так много людей В подчинении У меня Постоянно в штате Работает 8 человек Я руковожу Исключительно Выставочным отделом Но у меня В каждом проекте Задействованы Большие команды В большинстве случаев Это люди Которых мы нанимаем Под каждый Определенный проект Да, на аутсорс Ну, а что касается Кружка по шахматам Английского языка Это не относится к моему Общепита И прочее Прочее Эта история не для тебя Нет, нет, нет Я главный куратор Я занимаюсь контентом Я не занимаюсь Техническим оснащением Музея Я не Может быть, к счастью Не переживаю По поводу общепита Но я переживаю Если посетители выставки Вдруг не получат кофе Из-за сломавшейся кофемашины То ты, конечно, вмешаешься в ситуацию Я не вмешаюсь Я просто буду переживать Потому что я знаю, что это ничего не изменит Я не смогу ее починить Как бы, но Суть от этого не меняется Друзья, ну и вот уже Можно сказать, что подходит К завершению 19-й год Впереди 20-й И, конечно же, у Марии уже Есть четкое понимание Чем порадует нас Еврейский музей В наступающем году Но об этом мы поговорим Через 3 минуты Оставайтесь с нами У нас в гостях Мария Насимова сегодня Куратор Еврейского музея Центра толерантности Спрашиваю у Марии Какие планы на 2020 год У музея? Что будет интересно? Какие выставки запланированы? Вот на этот текущий 19-й Две выставки Да, и это было связано У нас было 3 выставки В этом году 3 на самом деле, да? Да И такое количество Это на самом деле Не очень привычное для музея Поскольку обычно Гораздо больше бывает Но здесь вынужденная причина была Это, да Мы знали, что у нас будет Сокращенный выставочный год Потому что у нас были Строительные работы В течение лета И были некоторые работы Связаны с реконструкцией Здания И это было не совсем Безопасно делать экспозиции Когда в здание идет ремонт Поэтому мы были вынуждены Летний сезон пропустить И вернуться вот к жизни С двумя проектами То есть у нас есть выставка Союз молодежи Есть еще один проект Который открылся Это инсталляция Александра Бродского И Анны Наринской Не Вавилонская библиотека Она стоит в лобби Нашего музея Но вообще в этом году Было 3 выставки, да В следующем году Их будет побольше Они будут Надо признаться Масштабными У нас запланировано Сейчас я быстро посчитаю По-моему 6 или 7 экспозиций Одна из них является На мой взгляд Одной из самых интересных Что я когда-либо делала Во всяком случае я Я знаю, что есть много Других интересных проектов В городе Но мне очень симпатичен Этот проект Называется Создатели современности Художники, рисующие друг друга Это выставка портретов 20 века Начиная от Матисса, Дерана, Родена И заканчивая Или Кабаковым, Виктором Пиловаровым Тимуром Новиковым И многими другими Через весь 20 век Художники рисовали своих друзей Врагов, любовниц Жен, мужей, детей Художников То есть здесь важно Что и тот, и другой Они художники И у них есть Какие-то отношения Конечно Эти отношения Могут любого характера Альберто Джакомейти И Джованни Джакомейти Два величайших художника Отец и сын Казимир Малевич И Владимир Татлин Два величайших художника Были друзьями Стали злейшими врагами Фрэнсис Бейкон Люсиан Фройд Люсиан Фройд Фрэнк Авербах Когда мы нарисовали Мы сначала провели Большое исследование Нашли все эти портреты А потом мы нарисовали Такую схему Знаете Как Какой-то брейнсторм Какой-то там Мозговой штурм Все рисуют на доске И вот мы таким же способом Нарисовали стрелочками По линии годов Все эти связи И ровно эта схема Легла в обложку каталога Она будет выглядеть ровно так Очень интересно Да Это мы нашли Какие-то тысячи цитат Одних от других Малевич говорил Закройте окна Татлин поглядывает в окно Вот если вот этот Лихтенштейн рассказывал О Ворхоле В общем это все Как бы настолько переплетено Что у нас на данный момент На выставке 178 пар Мы их называем парами Потому что это все-таки Сочетание Людей Понятно что Характер их отношений Был разный Из которых У нас представлено Больше ста произведений И эти произведения Все естественно Реальные Живые Какие-то приедут к нам Из Австралии Что-то возможно Приедет из Гвадалахары Вот мы сейчас боремся За произведения Фрида Кала Потрет Диего Ривера В общем это действительно Очень интересная выставка По которой можно Снимать сериал Мне кажется И он будет симпатичным Вот Это один из Важнейших наших проектов В следующем году Мы делаем Мы привозим Первую Первый раз в Россию Художницу Софьи Каль Это художница Концептуалистка Она француженка Если говорить О понятных цифрах И рейтингах То это наверное Топ-5 художниц мира Она никогда У нее не было Выставки в Москве Нам очень важно Представить ее Впервые здесь Это будет Ретроспективная экспозиция Художница К сожалению Наверное Обидно Обидность заключается В том что Чтобы ее понять Нужно очень много Растоять и прочитать То есть как бы Все произведения Они заключаются в тексте И это как бы Немножко сложно Физически стоять долго И читать Но если Чуть-чуть себе Вот заставить Напрячься То это Это действительно Потрясающе Интересные Смешные И жизненные истории Мы делаем выставку Ко дню памяти Жертв Холокоста Которая называется Не время для любви Мы Каждый год Делаем выставку К 27 января Для нас Это важный момент Мы считаем Это необходимым И в этом Наверное Одна из наших миссий Поэтому Мы пытаемся Изучить Холокост Посмотреть на него И показать зрителю С разных ракурсов В прошлом году Мы делали выставку Об Анне Франк Из шести девочках Которые вели дневники Во время Холокоста Это Нам важно было Продемонстрировать Как становилась Личность девочек Подростков В этот период То есть Насколько она их ломала Или насколько она Дела их сильнее Что они чувствовали Как они переживали То, что сейчас Для нас кажется Катастрофой А они говорили Сегодня Птички поют Хороший день Но на улицу Идти страшно Ну вот Или там играет пианино Значит Сегодня не было бомбежки Значит соседи Играют на пианино И играют не первый день Вот А в этом году Мы будем рассказывать Истории любви Которые случились Развалились Или Случились И продолжились В этот страшный период В общем Двадцатый год Весь расписан Конечно Каждый день Каждая выставка Каждый сезон Я бы сказала Двадцать первые Двадцать вторые годы Так же уже Расписываются И планируются Ну двадцать первые Расписан Но он еще Не подписан А двадцать второй Да Он в процессе Пока присматриваетесь Примеряетесь Только Маша Я знаю Что твой день Расписан Всегда просто По секундам По минутам Мало того Что конечно Ты посещаешь Не знаю Все премьеры Какие-то там Да Театр Палет К сожалению Выставки посещаешь Тем не менее За всем этим следишь Огромное количество Литературы Которую тебе надо Обработать Даже что и дом У тебя библиотека Такая что Не знаю Мне кажется Больше места книги Занимают Наверное Чем все остальные Какие-то бытовые Привычные для нас вещи Ну и работе Все это Как ты отдыхаешь У тебя есть время Вообще На что-то такое Я отдыхаю Во-первых Есть суббота В современной музыке Я поняла Ты не разбираешься Я не разбираюсь В современной музыке Это не принципиально Это скорее Упущение мое Поэтому современная музыка Меня обошла стороной Я больше все-таки В классике Себя нахожу Не то что специализируюсь Но я Это откликается В моей душе Как я отдыхаю Я отдыхаю Во-первых Есть суббота Так Целая суббота Целая суббота Это всегда день Когда тебе никто не позвонит Потому что это шаббат Тебе не позвонить начальство А если не позвонить начальство То в принципе Кто бы дальше не позвонил То уже это не очень важно Поэтому Всегда есть суббота Всегда есть семья С которой можно отдохнуть Потому что они не разбираются В моей работе И никогда о ней не спрашивают Вот А я Ты про мужа и детей говоришь? Нет, я говорю про родителей Про родителей И братьев, сестер У меня большая Большая семья А ты не замужем? Я не замужем Опять-таки Где время-то взять На личную жизнь? Так, хорошо Конечно же Всегда есть друзья С которыми можно проводить время И отдыхать Мне кажется, что Это вопрос просто того Насколько правильно распределять время В течение рабочей недели Нет, я отдыхаю И мне кажется, что достаточно Ну, глядя на тебя Да, в общем Улыбающаяся, красивая Главное, невероятно любящая Своё дело Ну, это очень приятно И радостно Спасибо Спасибо тебе за нашу встречу Всегда рада Я хочу искренне всем напомнить Что мы-то сегодня собрались По поводу выставки Союз молодёжи Выставку желательно посмотреть Правда, очень интересная Посвящена творческому объединению Художников-авангардистов Первый, авангардистов Первый, третий, двадцатого века Еврейский музей Центр толерантности Да там всегда есть Что посмотреть И что послушать Программа, правда, очень насыщенная Мы тебя будем ждать В двадцатом году Когда ты нам подробненько Ещё расскажешь Обязательно О всех предстоящих Ваших интересных проектах Остались молодёжи Продлится до девятнадцатого января Спасибо большое Спасибо Марина Симова Куратор Еврейского музея И Центр толерантности Власть сегодня на связях Спасибо вам, друзья Лучшие в стране На телерадиоканале Страна.ФМ